Вот так забег превращается в заплыв. Активисты оздоровительного движения использовали погодный минус в плюс и занялись моржеванием. Правда, без традиционной пробежки все же не обошлось. Небольшой кросс, разминка и можно в прорыв. Председатель ЗАГС Собрания Владимир Киселев и федеральный инспектор Сергей Мамеев оказывается в этом спорте не новички. В этот раз дают инструкции подрастающему поколению моржей. Главное, чтобы ветра не было. Если ветер сильный, можно и в 20 очень сильно замерзнуть. Если ветра нет, и в 30 нормально. Перед моржеванием все рекомендуют не сразу прыгать в воду, конечно. Потому что жалко смотреть на это дело. Нужно размяться, конечно, хорошо, разогреться. А потом, когда уже искупаешься, ну, наверное, видите, не все сразу одеваются, потому что само тепло идет. Это самое приятное чувство, когда даже не сколько купаешься, когда после этого. Не холодно, очень хорошо. Рекомендую. А то РЗ, вирусов и простуд. Помогает? Да. Испытанность в себе? Конечно. Названия «Забега на заплыв» менять пока не собираются. Тем более цели одни и те же. Это занятия физкультурой, спортом и внедрение их в массы. Активисты забега по-прежнему будут бороздить просторы Владимирских дворов и заодно изучать спортивную инфраструктуру города. Оснащение дворов под контролем Владимира Киселева. Что же касается купания в проруби, то здесь планы несколько иные. Для начала объединить моржей-одиночек в единую организацию. Много людей, которые любят заниматься моржеванием, но вот такого единого клуба, либо единого такого объединения людей, которые могли бы в одном месте, в одно время этим заниматься, у нас как бы не существует. Мы планируем все-таки начинать это движение. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал.